Макин Исаков, он является мастером ЦИГОН, мастером ТАЗИЗУАНА, и также он является представителем Лиги по УШУ, как в России, так и в Кыргызстане, и в то же время он оказывает помощь населению как иголотерапевт, как массажист. И рядом с ним находится его ученик и, скажем так, последователь, племянник Узинкан Исаков. Добро пожаловать к нам в студию. Ну, прежде всего, начнем с вашей биографии. Расскажите, пожалуйста, о себе. Здравствуйте. Я родился в горном селении в Таласской области. Отец мой вернулся с войны, сделали его заведующим фермой, и я родился как истинный кочевник в горах в юрте. Он в 45-м вернулся, я в 46-м году родился. Вот, учился в сельской школе на кыргызском языке. Естественно, я не владел русским языком. И в нашей школе не было никаких секций, спортом я не занимался, я очень любил читать. Первым своим учителем, я считаю, своего отца, который привил мне любознательность, вот, желание познать этот мир, эту жизнь. И вот он, иногда старики собирались, и он меня с собой брал. Я был маленький мальчик, я слушал, как старики разговаривали, ахсакал, и вот такая красивая речь тогда была. Но я считаю, что это был мой первый шаг к познанию этого мира. Потом я поехал учиться, хотел стать художником, я с детства любил рисовать, и приехал в город Фрунзе тогда, поступил в художественную училищу имени Чуйкова. И направили нас, вот, после первого курса меня забрали в армию, отслужил три года, я там понял одну истину, что молодой человек, мужчина должен обязательно уметь себя защищать. Конечно, тогда у меня такое было немножко вот мальчишеское понятие, что вот эти все восточные практики, они нужны для того, чтобы только себя защищать. Но тогда их еще не было, я пошел заниматься боксом европейским. И потом меня послали учиться в Санкт-Петербург. Сейчас этот вуз называется Академия дизайна имени барона фона Штиглица. Тогда это было ЛВХПУ имени Мухиной. Я там учился, стал заниматься боевым самбо. Сейчас называют это рукопашный бой, но по-разному. Очень успешно занимался там. Потом открыли первые экспериментальные группы по карате. Там первые мои учителя были Владимир Шустав и Альфат Макашев, два человека, которые мне привили любовь к восточным практикам, боевым искусствам. Я очень быстро, через год, я уже помогал своим учителям, вел занятия с младшей группой. Также я увлекся там индийской йогой. Вообще культура Востока меня очень заинтересовала. И я вот с тех пор заболел этим делом. И вот я занимаюсь. Потом стал заниматься боевыми искусствами Китая, вот Ушу в частности. Вот. И первые мои учителя вот были, приезжали в 89-м году. Вот Исуэн тоже вместе со мной занимался. Это был мастер Ли Цзунде и Ма Шипин. Мы занимались Хуанзе Чуань, Тайзе Чуань. Вот разными такими практиками. Это был, конечно, хороший толчок для нас. Потом я поехал в Китай. Попал в город Шанхай, Гуанчжоу. В этих городах везде искал. Там занимался разными видами. И в Пекине я нашел своего последнего учителя, которого уже нет в живых. Это мастер Хэнджи Чан. С мировым именем был человек. И я считаю, что по большому счету это был мастер с большой буквой и человек с большой буквой. Вот у него было тысячи тысяч учеников. Когда мы его спрашивали, вот он говорил, что в Японии только у него пять тысяч учеников. Вот я очень сильно влюбился в такое искусство, как Тайзе Чуань. Это внутренний стиль или, как говорят, мягкий стиль ушу. В мире миллионы людей занимаются этим видом. Тайзе Чуань можно рассматривать как боевое искусство. Тайзе Чуань можно рассматривать как выражение даосского учения в движениях. Вообще Тайзе Чуань выражает принципы даосизма, этого учения, которое повлияло вообще на всю китайскую культуру. Также и в медицину. Даосизм повлиял и на боевые искусства, на гражданское искусство, как они называют. Го-хуа, живопись китайская, шу-фа, каллиграфия. Культура Китая очень древняя. Медицина насчитывает, по некоторым версиям, это четыре тысячи лет, по некоторым шесть тысяч лет. Бесспорно одно, что это очень древняя медицина. Исучая один вид, одну практику китайской культуры, можно узнавать очень много о других тоже, потому что они связаны между собой, исходят из одних тех же закономерностей. Поэтому, когда изучаешь китайскую культуру, надо обязательно знать принципы даосизма. Тайдзи-чюань, почему так назван? В даосизме есть два принципа – удзи и тайдзи. Удзи переводится как «беспредельное». Это то, что лежит за пределами зримого и является незримым, но влияет на всё остальное. А тайдзи – это «великий предел». Всё, что… материальные все субстанции, всё, что происходит в этом мире, называется тайдзи – «великий предел». А тюань добавляется, переводится как «кулак» или «кулачное искусство». Но если перевести более подробно, получается, что тайдзи-чюань – это кулачное искусство, сделанное на основе даосского принципа тайди. Но в наше время тайдзи-чюань перестал быть таким ярко выраженным боевым искусством, хотя вполне можно это использовать как полноценное боевое искусство, но всё же люди занимаются этим видом как динамической формой медитации или динамической формой цигун. Вот также тайдзи-чюань очень хороший, имеет оздоровительный эффект. Часто меня спрашивают, как может вот эти медленные движения повлиять на здоровье человека. Во-первых, движение имеет очень сложную координацию. Со стороны кажется оно, что человек делает какие-то круги руками. «Ходит туда-сюда всё медленно, что это может дать?» Учёными современными доказано, что мозг человека может сохранить свою молодость надолго, если каждый раз человек будет изучать какие-то новые навыки, например, какие-то иностранные языки, играть в шахматы и так далее, и так далее. В этом плане тайдзи-чюань заставляет работать мозг, потому что это очень сложная координационная гимнастика. Вот чтобы делать все движения правильно, мы должны объять своим сознанием от макушки до подошв своих. Иногда приходится объяснять очень простыми словами. В России, например, когда спрашивают, я объясняю, что просто. Вы играете в волейбол, у вас тело работает активно, а сознание не очень. Вот вы играете в шахматы, у вас мозг работает напряженно, вы сидите. Отойдите, они то и другое работают. Очень гармоничная штука. Второй момент. Но вот эти медленные движения, они успокаивают сознание. В современном мире человек страдает от стрессов. Человек должен ехать на машине, нервничать, сигналить и так далее. Мы сейчас только ехали, в пробках стояли. Понятно, что этот человек получает стресс каждый день. На работе нервничает семья, быт. Уклад жизни наших соплеменников, у кыргызов, такой уклад жизни, что, например, чтобы человеку быть здоровым, очень трудно. Естественно, нужна какая-то отдушина, чтобы человек мог успокаивать свою нервную систему, сознание. В этом плане таджи чуань – великолепная форма практики. Второй момент. Когда мы таджи чуань работаем, все суставы, сочленения работают очень активно. Например, шаги, они медленно делаются. Вот этот медленный режим движения, перемещения, неприучно для многих людей. У меня занимался парень, приехал из Красноярска. Он занимался горным туризмом, он занимался штангой. Но когда мы очень долго ходили, шаг таджи, он не выдержал. Он сказал, я очень устал. То есть, если дозировано заниматься, можно сохранить гибкость суставов, сочленения, в том числе и позвоночного столба, надолго сохранить. Второй момент. Респираторная система, то есть дыхательная система включается. Мы открываемся, закрываемся, брюшная полость, грудная полость работает, мышцы. Во-первых, происходит релакс, расслабляются мышцы. И когда мы это включаем, дыхание, естественно, регулируется. Там не надо специально растягивать, ничего даже не надо. Иногда молодые люди, прочитав несколько книг по йоге, начинают пранаяму делать. Они пытаются там растянуть вдохи, выдохи. И в итоге получают головные боли и бессонницу. А здесь всё происходит естественно. И в йоге это также должно быть. Но в наше время это всё, конечно, превратилось в физкультуру такую обычную, физическую. Все восточные практики ведут человека к медитативному состоянию, когда сознание погружается. Это в медицине называют пороговым состоянием, когда человек между сном и явью. В это время нервная система отдыхает больше, чем во сне. То есть, в первую очередь, мы ценим дыхание как оздоровительное средство. Поэтому я этим занимаюсь. Ну, так получилось, что я уехал в Россию уже. Двадцать с лишним лет живу в России. Обучаю ребят российских. С разных городов приезжают. Вот недавно, последний раз я был в Пермской области. Есть такая местность Березники. Мы на базе. Десять дней занимались. Приехали с Нижнего Новгорода. С Тюмени приехали несколько человек. С Астрахани. С Екатеринбурга были ребята. Из Перми были. И очень весело мы позанимались. Правда, комары заели чуть-чуть. Ничего страшного. Ну, с удовольствием ребята позанимались. Хорошие ребята подобрались. А сейчас я вот приехал на родину. Вот очень с радостью занимаюсь. С нашими соотечественниками, с ребятами. Вот у меня здесь есть ученики. Вот один из них сидит здесь. Исунхан Исаков. Он мой племянник родной. Моего старшего брата сын. Когда я в городе Ош жил, после Ленинграда я приехал. Я в течение 20 лет преподавал каратэ. Вот очень много ребят воспитал, спортсменов. Сейчас многие мои ученики продолжают эти традиции. Там есть несколько учеников, которые сдали экзамен на черный пояс. Канадзаве, японскому мастеру. И все. В 17 лет ему было брат. Отдал, говорит, вот давай воспитай его. Это он хулиган такой вот. И я его учил. Вот. Мы 5 часов утра поднимались. Вот бегали. Разминку делали. Купались в речке Акбура, которая протекает по городу Ош. И потом вот это дал, конечно, свой результат. Он 5 раз был чемпионом Киргизии по карате. Постепенно он тоже перешел вот к мягким стилям. Вот тоже Тэдзи Чуан сейчас рианно занимается. Также он делает массаж. Вот. Короче, он служит людям, чтобы оздоровить наших людей. Продолжает мое дело. Но я приезжаю, даю новые импульсы и новые информации. Вот если вкратце так. Я благодарю вот Замиргуль Казагуаеву, благодаря которой я услышала вас более подробно. И она всегда хвалит. И даже вот из ее уст я услышала высшую похвалу, что вы святой человек. Потому что она на энергетическом уровне сказала, что ощущает, скажем, то влияние Тэдзи Чуан, который оказывает на ее работу, на ее здоровье, скажем так. И давайте вот немножко обратимся к прошлому. Вот большое влияние на вас оказал отец, скажем так. Так. И, может быть, вот по линии родителей, мамы, папы, там, были ли люди, которые занимались, может быть, какими-то духовными практиками, либо лечением? Ну, во-первых, про святого человека вы немножко перестарались. Ну, я человек обычный, но очень увлеченный, я бы так сказал бы, поправил бы. Родители мои были очень религиозные люди, и отец, и мать, и предки мои все были. Но они были мусульмане суфийской ветки. У них не было вот таких сильно ограничений. Вот как сейчас начинают там, вот почему ты вот на голову это не одеваешь. Вот такого не было. Они не были ограничены вот этими ритуалами. У них другие были знания. Мой прадед, Майхадам Калпа, он был известен в Таласской долине, и хач совершил мекку, там остался. А дед, который отец моего отца, он 48 лет его забрали за вот убеждение его. Ну, не будем о печальном говорить, но отец остался в 19 лет без отца, но у него было три еще брата младших. Ну, дед сказал, там, передай братьям, там, пусть выберут мирную профессию. Они все стали плотниками. Ну, естественно, он владел какими-то оккультными вещами, и вот он молитвами лечил. Вот, естественно, я был советский школьник, я вообще в эти вещи не верил. Я считал, что это вот пережиток прошлого, всегда спорил, говорил, нету никакого Бога. Конечно, вот с возрастом взгляды меняются. Мы понимаем, что есть нечто такое, какая-то такая сила высшая, которая управляет этим миром. Раньше мне казалось, что я вот своей судьбой управляю, но все-таки я понимаю, что наша жизнь все равно судьбоносна. Вот ничего случайного не бывает. Вот я считаю, что отец был моим первым учителем. Он научил меня писать арабской письменностью. Я в армии ему писал письма. Он владел арабским языком, хотя не был в Аравии никогда. Вот я помню, как вот Фатуга была здесь, Фрунзенское авиатехническое училище. Стояли сирийцы. Он с ними по-арабски поговорил, там минут 10, наверное. Ну, он был такой чуть-чуть стеснительный человек, очень деликатный. Он долго-долго думал. Ну, подошел и стал говорить. Вот эти парни, которые стояли, пижонились, вдруг вот так раз, стали такими очень, такими мусульманами. И тут с отцом стали разговаривать. Вот прямо с уважением. Они вот так поклоны ему делали. Владел фарси, на всех тюркских языках говорил. Он говорил на казахском, на узбекском, свободно говорил. И я думаю, что это передалось мне. Я очень люблю изучать иностранные языки, но жалко, что я не стал в этом плане учиться. Я выбрал путь учителя, путь целителя. И я вот этим занимаюсь. Но повлиял отец очень сильно. Это был человек, который вот знал, где что сказать вообще. Был высочайший культурой человек. Конечно, жил в селе. Он не то, что там держать вилки, там ложку. Нет, конечно. Культура человека находится все-таки внутри. Вот это уважение другому человеку. Знать. Он очень был деликатный человек. Старался никого не обидеть. Я думаю, что первый учитель – это он все-таки. Мой брат старший, вот отец Исёна. Хотя его воспитание было суровое, чем у отца. Отец никогда рукоприкладством не занимался. Но брат меня учил, он был физик, математик в школе. Иногда получал тумаки, но нормально, я считаю, что это для мужчины, для мальчика. Он учился как раз в Караколе, вот, откуда замера, там, пединститут закончил. И преподавал в Ленинпольской средней школе. Я попал туда. Я русским языком не владел до этого. Я туда попал. Этот поселок был очень интересный. Там жили немцы, русские, украинцы. Я там овладел все-таки более-менее русским языком. Но в армию попал я уже более подготовленный. Вот, сейчас я считаю этот язык своим вторым родным языком, потому что на этом языке свободно мыслю и говорю. И это мне помогает, когда я вот работаю с ребятами из России. А китайский вы когда освоили и как освоили? Китайский — это такая интересная история. Вот, когда я начал изучать здесь, вот, четырехмесячные курсы открыли. Вот, я с ними сперва познакомился. Вот, и они пришли к моему учителю, одном из моих учителей, китаец был из Сингапура. Китайцы называют Хуатяо, это эмигрант был китаец. Он говорит, Макен, ты можешь билет достать? Я им помог достать билет. Мы подружились. А я спрашиваю, а что приехали? Говорит, вот, в национальном университете преподаем китайский язык. Ну, я записался на эти курсы. Ну, у них был одним из лучших учеников, потому что я старался. Мне уже было за сорок там. А потом меня пригласили вести занятия со всего Советского Союза. Собрались под Ташкентом. Ташкентский филиал Московского оздоровительного центра при Госкомспорте СССР. Пригласили мне там быть старшим тренером. Как раз прошла война, межнациональная вот эта вот страшная была война в 90-м году. А я говорю, я приеду. А как? Свои опасения сказал. Ребята говорят, мы встретим вас с самолета. Ну, получилось так, что и полтора месяца только. Четыре месяца не удалось. Остальное просто моя заслуга. Я сам практиковал упорно. Упрямо сидел по ночам. Потом, когда в Челябинске преподавал в Академии физической культуры, там был молодой китаец, который преподавал там факультативно китайский язык. Я с ним плотно общался, тоже многому научился. Конечно, сказать, что я свободно владею, нет. Я вполне могу объясняться. А что касается особенно специфического термина по нашим практикам, я вполне служу переводчиком для своих учеников, когда в Китай ездим. Также я владею немецким языком тоже на таком же уровне. Но я вполне могу объясняться, там сказать, как меня зовут, какая профессия, зачем я приехал там. Ну, а это просто... В школе был у меня носитель языка. Генрих Яковлевич, мы его по-русски называли. На самом-то деле был он Хайнрих Раймер, немец. И он очень интересно преподавал, что мы его очень любили. И я до сих пор Генриха Гейне могу читать его стихи и объясняться. Просто память... Я думаю, что в какой-то мере Цигун Тайдити Вань тоже развивает память. Вот, если... Так, вот, наверное, дадим слово моему соратнику. Да, Весенка Исравков, хочу представить, нашим радиослушателем, он является учеником и последователем Макена Исякова. Вы, получается, начали в 17 лет заниматься или раньше? 17 лет. А потом как продолжилась ваша судьба? Ну, если сказать раньше, чуть это преувеличенно. Но когда Бекке учился в Ленинграде, он же на каникулы приезжал, и он ставил лапы мне. Как бы я держал эти лапы, когда руки мои уставали, я даже эти лапы одевал на ноги, чтобы Макен Сакыч отрабатывал удары. Это было, конечно, мое детство. Но когда я попал первый раз, меня удивило то, что там в то время у Макен Сакыча занимались такие взрослые мужчины. И в группе у него первой было одни русские. И я один попал, и для меня было нереально приехать с села и заниматься такой практикой. Правда, я был ленив, но старший брат меня заставил, утром пять часов, как положено, поднимал. Но, слава Богу, результатом этого я как бы тоже преподаю сейчас. И не просто, вот Макен Сакыч тоже в свое время преподавал и в комитете, в госкомитете сотрудникам, и также и в УВД безопасности. Также и я в госбезопасности, и также и в УВД. У нас много учеников. Как бы перед поклоны нам отбивали и полковники, и подполковники. Но это прошлое. А действительно, боевое искусство, я хочу сказать, вот начиная, вот меня же тоже воспитывал дедушка. Я дедушку всегда называл Ата, потому что я с одного года был у него. Ну, как у нас, у Крыза принято, старшего сына дают родителям. Я своих родителей называл как брат Джинга. И действительно, отец для нас, это действительно такой уникальный человек, который, вот мы сейчас вспоминаем этого человека, и вот его слова мне до сих пор дают вот оценку в этой жизни, вот ценность в этой жизни. Знаете, я сейчас только начинаю понимать, почему он эти вещи говорил. И он, оказывается, потихоньку, это как, знаете, вот потихоньку растению давать такую воду, не взахлёб, а именно, сейчас говорит же, капельное орошение. Вот такое капельное орошение было у дедушки. И вот благодаря этому человеку у нас действительно восприятие мира совсем другое. И просто этот человек, и плюс Байке для меня это примеры, примеры в этой жизни. Не просто слова и дела, они расходятся. Насколько я знаю, Макем Байке, этот человек, многие знают, что человек, который свои дела и слова никогда не расходятся. Человек, который отвечает за свои слова. Человек, который принципиально, вот именно, есть многие вещи, вот воспитывая нас, он всегда говорил, ребята, если вы хотите быть просто, если вы своё дело будете любить, это то правильное дело, которое вы сделаете вклад вашему народу, вашему, вашим близким. Каждый должен заниматься своим делом. Вот не все должны быть политиками, не все должны быть бандитами. Это вот у Макеана Сакаши принцип. Если, говорит, вы, значит, переходите закон, вы не с нами. Если вы, значит, даже в политику, ну, естественно, политики от народа уходят, они же не с народом. Вот реально вот была возможность у Макеана Сакаши быть первым депутатом, скажем. Макеан Сакаш как бы остался таким же, каким был для нас и для многой аудитории. А сейчас то, что такое больное у нас, то, что Макеан Сакаш живёт в России. Вот то, что знание, вот Макеан Сакаш сейчас очень востребован в России. Ездит в большие города, семинары проводит. А мне лично хотелось бы, и многим, наверное, соотечественникам, чтобы Макеан Сакаш именно своё знание, чтобы как бы, ну, своя рубашка ближе к телу, если честно. И поэтому вот каждый приезд мы ждём, каждый приезд вот для нас, для вот учеников, это такая праздники, радости, и мы плюс ещё обучаемся, мы продолжаем также брать знания. Ну, негромко будет сказано, мы всё своё знание черпаем именно вот у Макеана Сакаши академическое знание, который вот по крупицам собирал человек, который именно, как говорят же, вот иголкой вот колодец, да? Вот так же человек столько лет. В 72 года я горжусь, что Байке так же в здравии, вот так же носит традицию. Хотелось бы, конечно, чтобы по-большему Кен Сакаш приезжал к нам. Мы даже хотели, чтобы он здесь остался, но не получается что-то у нас. И, ну, в этот семинар, вот столько вот, Замира была свидетелем, столько было интересного. Разные люди приехали. С США приехали сейчас, с Джалабада люди приехали, с Гок Джангаха. Ну, и все, вот всех интересует, они практикуют, эти люди практикуют тем знанием, которые даёт Макен Сакаш. И так же я практикую, и мой опыт уже большой, мы так же профилактикой занимаемся. И вот одно из принципов, то, что нам Макен Сакаш дал, это комплексное оздоровление, это комплексная профилактика. Мы через Макен Сакаш, вот сейчас Макен Сакаш не затронул тему, то, что Макен Сакаш еще, как бы, вот наши традиционные, вот, есть же, вот, народная медицина. Медицинская, и вот медицину, вот, так же, вот, как работать с травами, какие травы, так же, как водные лечения, голодовки, вот, наши предки так же занимались этим. Вот через Макен Сакаш мы все это познаем, и мы практикуем сейчас, понимаете. И в комплексе мы преподаем тайцзычуань, мы преподаем цигун, мы, как бы, даём консультации, вот, по питанию, забираем весной, вот, кумуза лечения. Это чисто методика Макен Сакаш. Вот каждый год мы, правда, последние годы Макен Сакаш весной не смог приехать, но то, что заложил этот человек основу, тем же, вот эти, особенно в Южном регионе, все вот эти сейчас каратисты, чернопоясники, благодаря Макен Сакаш, они, это носители, вот, знания, да, продолжители. Поэтому мы хотели бы, чтобы, в первую очередь, Макен Сакашу здоровья, и, как, для меня этот человек очень родной, и, поэтому, я больше болею, хочу, чтобы этот человек приехал к нам почаще, хотелось бы даже, чтобы он жил здесь, но не получается пока. Макен Сакаш, расскажите, пожалуйста, о создании вашего центра, вот, Белый журавль, как он начинался, трудно ли было его открывать? В 1976 году я, вот, после обучения, какой-то период жил в Молдавии, потом переехал в город Ош, в 1976 году, и 9 марта я начал с четырьмя парнями занятия по каратэ, потому что, вот, один товарищ со мной вместе работал, Саша Завьялов такой, и в театре я был художником, и он был бутафором, и увидел, что он всё-таки увлекается спортом, но мне нужен был партнёр, мы решили пойти в борцовский зал, там ещё парни присоединились. Мне занимались четыре Саши, Саша Онин, Саша Завьялов, сейчас Саша Чесноков, Саша Сиротов, ну, потому что там они занимались, ребята, там уже. И потом потихоньку-потихоньку начали подтягиваться, я даже не думал, что у меня не было желания стать знаменитым, там, стать таким известным, я просто хотел сам заниматься. Ну, как правило, боевое искусство без партнёра, оно никак не получается. Постепенно втянулся, видимо, есть во мне какая-то тяга, чтобы учить людей. И потом уже дошло до того, что в течение 20 лет ребята подсчитали, получается, 20 тысяч парней и девушек прошли через мои руки. Ну, кто-то месяц позанимался, кто-то там два месяца, кто-то 10 лет. Вот, люди разные, кто-то вот чуть-чуть походил, убежал, не выдержал, нагрузки были бешеные. Потом парни, которые попали в армию, там, в разные спецподразделения, там, типа, десантные войска, Морпех, вот, они все вот всегда говорили, спасибо, Агай, вот, что вы нас учили там, что физподготовка была очень хорошая. Конечно, там были очень жёсткие занятия, и, естественно, вот, началось с этого. И постепенно пришло время, я стал думать о том, чтобы школу создать. Первую школу мы создали при горкоме Комсомола. Мы там открыли супсчёт, там, я стал генеральным директором центра «Белый журавль», «Аккар-кра». Вот, почему этот символ выбрал, там, у меня друзья-художники говорят, что ты вот выбрал какую-то слабую птицу, которая питается лягушками. Давай, говорят, тиграми или там этим. Я не люблю вот эти все пафосы, вот я. Я, наоборот, люблю вот, что эта птица очень изящная, вот, чистота, вот, символ чистоты и долголетия вообще на Дальнем Востоке. И потом, вы же знаете, журавли, когда летят в стае, и они очень дружные. Я хотел, чтобы мои ученики были дружны между собой. Поэтому я назвал «Белый журавль». Даже эмблемы этой школы я, как художник, сам нарисовал. Вот, эта эмблема есть где-то, но, к сожалению, мы не взяли. Блин, вот, нравится многим считать, что это красивая эмблема. Вот, и потом все дальше больше. У меня было 27 инструкторов работали по всей Органской области. Мои заслуги больше на юге Киргизии. Вот я, хотя сам талаский, но ребят в основном Органских, Джалабадских тренировал. Для меня не имеет значения, с какой местности, вот, кто по национальности. Я считаю, что человек, главное, чтобы был человеком. Вот такой анекдот есть. У одного человека дочка стала учиться в Китае, потом пишет отцу письмо. Папа говорит, я познакомилась с пинг-понг, делая первые успехи. Ну, настольный теннис. А он подумал, что это, наверное, китаец. Он говорит, ничего, дочка, что это китаец, лишь бы человеком был. Вот я также, я считаю, что неважно, кто он по национальности, откуда. Ну, насчет юга. Главное, чтобы он был человеком. Не только юг, конечно. Я, как представитель, скажем, я один из учеников Макен Саковича, но через мои руки тоже прошли очень много людей. И когда здесь было три школы основных, Тейфуров, Трусбеков, Исмаилов, я одну из школ поднимал я, это школа Исмаила. Опять-таки, та же техника, то же знание, которое я взял. То же воспитание, главное. Да, у Макен Саковича. Поэтому почти сборная в свое время состояла из моих учеников. Это было, ну, это не говорит же, что... Да, и очень много учеников сейчас, если, скажем, Макен Сакович учеников взять, то в постсоветском пространстве, вот скажем, сейчас в России очень много учеников. В Люксембурге живет, моих два ученика, в Дубае, в Дубае живет. К слову, наши ученики с России приехали на семинар, мы вместе занимаемся. И они говорят, да, мы 60-летие Макен Саковича мы сделали так, турне. Вот по тем местам, где Макен Сакович занимался, где... И первое открытие мы сделали в Бишкеке, прямо в горах, в Кашкасу. Там был и посол Китая. Макен Саковичу мы сюрприз сделали. Он не ожидал, конечно. И потом поехали через Сусамыр, в Сарчелек, и в Джалабаде ученики встретили. Там вообще построились такие маленькие дети, лысые, там, поклонные. А Макен Сакович говорит, ой, что, это меня встречает? Конечно, это ваши, проученики уже. И так мы ваши. Когда уже вовш приехали, там с оркестром встречали. Ну, человек ваш работал. Я думал, наверное, какой-нибудь космонавтов встречает. И в конце уже, когда мы приехали на родину в Талас, мы уже в Джайло, как в Байке, где я родился. Именно Чонг Туз называется Джайло. Там мы юрты поставили, там национальными играми с нашими показателями. Купыры было там. Завершили больше всего. Вот именно 60-летие Макен Саковича. И вот тогда один из российских гостей сказал, ребята, мы знали, мы настолько уважали, и мы знаем, уважаем Макен Саковича, мы не думали, что Макен Сакович настолько уважаемый у вас. Мы говорим, но нам повезло больше, потому что Макен Сакович сейчас на данное время с нами. Вот это нас действительно до сих пор затрагивает. Вот что касается личного примера, часто бывает так, что я знаком со многими на территории бывшего Советского Союза, с учителями, которые преподают единоборство. Ну, большинство, что касается образа жизни, не совсем нравится мне. И они пьют, и курят. Вообще, я думаю, что в этом плане надо быть очень строгим. Я приведу пример, два моих ученика, когда вот когда-то они занимались у меня, я запрещал курить, пить. Там на улице, если подрался, там я их выгонял. Ну, такие были очень строгие принципы. Однажды вот они уже в степенные дяди, там стоят, курят, увидели меня сразу за спину, сигареты прячут. Я думаю, что мой брат думал, что это вот какая-то драка, там, что это вот он долго не признавал, байке мой. А потом, когда на презентации моей книги, он сказал, что вот оказывается восточная философия, как этот океан. Вот. То есть, первый, для меня очень важна воспитательная сторона этих вот вещей. То, что один другому, там, нос расквасил или там это, я считаю, что это не так важно. А важно, что это дисциплинирует человека, вот призывает к здоровому образу жизни. Вот от чего страдает наш народ, там, быт, вот не всё нравится мне. Вот очень много ритуалов, там, ненужных, лишних. Люди сами себе портят здоровье, там, нервы напряжённые. Вот хотелось бы, чтобы люди это всё правильно понимали. Хотелось бы, чтобы люди были здоровы, и в первую очередь, и психически, и физически. Вот мы стремимся к этому. Если мы из тысячи людей одному поможем, я думаю, что это вот наша миссия в этой жизни будет выполнена. Ну, у молодёжи тоже такое неправильное представление. Если тайцзи, они думают, ну, что-то гимнастика, да? Но я бы сказал бы, это та гимнастика, это целое. Вот если, скажем, взять эти боевые искусства, тайквондо, карате, единоборство, внешние направления, как бы это школьная программа, то академическая программа, это и есть тайчуань и цыгун. Понимаете? Чем знание глубже боевого искусства? И когда ко мне в своё время я готовил очень много таких бойцов, хороших ребят, и через мои руки проходили, и когда они хотели быть, они говорят, есть мандраж, вот страх, да? Я говорю, ребята, страх у каждого человека есть. Но чтобы прийти осознанно в покой, для этого и надо заниматься медитативной практикой. Медитативная практика для того, чтобы успокоить сердце, успокоить сознание. Вот то, что это и есть глубокое знание, то, что нам преподает Макиян Сакович. — Вы затронули тему вот курения. Скажите, пожалуйста, а вот цыгун, тазизиан помогают излечиться от зависимости от курения, алкоголя, наркотики? — Ну, я скажу честно и прямо, что в первую очередь должно быть сильное желание самого человека. Если этого не будет, ничего не поможет. Вот, например, один из моих учителей ставил иголки, чтобы отвыкать от зависимости. Но он говорил, что если он сам по-настоящему этого не хочет, не помогает, это вот просто способствует, чтобы легче перенести вот это всё. Например, ещё обращаются ко мне вот от ожирения люди там. Ну, у меня был человек, вот он учёный, историк, 160 килограмм, на кушетку хотел положить, он говорит, сломаю я, но пришлось положить на пол. Вот есть точки, которых колят иголками, они просто усиливают обменные процессы и немножко притупляют голод, ну, аппетит может умереть. А во главе всего стоит всё равно желание самого человека. Поэтому пока мы сами не захочем, не захотим, то ничего не получится. Вот. Ну, при, вот как раз вот, очень много людей обращаются вот именно с курением. Ну, сила воли, есть же такое понятие. Должна же быть дисциплинная воля. Вот, я думаю, слабость, это когда мы, знаете, вот у человека есть такой изорветливый ум, когда всегда и ищет оправдание. Знаете, не надо искать оправдание, а надо решать. Это и есть дисциплина. А как раз тай дзи цигун, она даёт дисциплину. Дисциплину во всём. Самое главное, когда в вашем сознании есть ясность, вы чётко, ясно будете видеть, что вы делаете лишнее. А если вы нету ясности, если вы в хаосе, если вы, знаете, вот массовый психоз сейчас, как может реальность увидеть человек? Естественно, этих людей к чему-то убедить очень тяжело. Поэтому стремление, желание, как говорит Макен Сякович, должно быть, исходить должно от самого человека. Макен Сякович, расскажите, пожалуйста, о тех семинарах, те изогнете, которые вы проводите вот сейчас. Я проводил семинар по комплексу чень, стиля чень тай дзи цюань. Вот мы 10 дней провели. Я считаю, что это было очень успешно. Вот Замира тоже участвовала, она одна из моих учениц, она раньше у меня занималась, а теперь у моего ученика Бакая занимается. Бакая очень, парень такой очень аккуратный, прилежный, старательный. Вот, и... А второй семинар, который сейчас я провожу, я сегодня тоже должен туда бежать, скоро. Это семинар по акупунктурному лечению, но не то чтобы лечению, это профилактика, скорее всего. Точечный массаж, который человек сам себе может помочь, например, головные боли, допустим, например, бессонница, ну, какие-то простые вещи. И вот раньше ВОЗ, и если расшифровать, получается, Всемирная организация здравоохранения, по данным этой организации, в Кыргызстане было меньше всего бронхолёгочных патологий. А сейчас стало очень много, я думаю, что это связано с тем, что стало много автомобилей, там вообще экология хуже стала. Загазовалось, да. Да, вот сплошные люди попадаются вот с этой патологией. И, например, точечный массаж против бронхолёгочной патологии, допустим, против бронхиальной астмы, например, дыхательные упражнения. Вот, например, бронхоспазм происходит, вот человек вдохнуть может свободно, а выдох затруднённый. Вот. Моя жена, врач-аллерголог, педиатр, с детьми работает, она говорит, что 10% детей болеет в городе Челябинск астмой, потому что Челябинск промышленный город, там 87 крупных заводов и около 2000, если все мелкие даже взять, и ЧТЗ, знаменитый тракторный завод, танки делали советские во время войны. Экология ужасная. Вот я, мы с ней вместе детей астматиков тренировали, там, я обучал их точному массажу, дыхание, комплексы ушу использовали, вывозили летние лагеря у нас были. Вот, есть канадский институт могил, вот они занимаются разными, в разных странах работают, вот. И эти товарищи от медицины, как только они приезжали, хвастались, вот, у нас есть оздоровительный центр, показывали нас, как только они уезжали, на нас наезжали. Ну, в общем, интересно, это, конечно, жизнь. Вот, был хороший опыт, мы в течение 10 лет, результаты были хорошие. Вот я скажу такую вещь, она очень убедительная, я думаю, что это вот из жизни взято. Ванюша Бородинов у нас был мальчик маленький, отец его возил, вот, каждые, вот, три смены он с нами занимался. С осени начинал, вот, в школу ходили, мы занимались в школьном зале. Пять лет прям беспробудно они занимались, вот, дал результат, сняли его с учёта, вообще считается, астма неизлечимая болезнь. Он сейчас чемпион Урала-Сибирского региона, вот, если он видел... Паштанга. Вот, да, пауэрлифтинг, там, тяжёлая атлетика, вот, и сейчас он закончил медколледж, и массажист там работает, вот, и я заразил его вот тем, что он тоже хочет людей оздоравливать. Вот, пожалуйста. Тем, кто услышал вас по радио и увидел там в социальных сетях, на видео, в Фейсбуке, в Ютубе, как можно попасть к вам на курсы, на семинары, и потом, я знаю, что вы живёте поскольку в Челябинске, и что можно, как можно, как бы связаться с фондом Аккар-Кра уже. Вот, Ещён, пускай свой телефон скажет, и по этому телефону можно к нему обращаться. Я-то гость, но я скоро, Бог даст, уеду. Школа-то, она не прекратилась как школа. Школа существует, потому что есть ученики Макин Сайковича, которые продолжаем, и мы создали фонд, фонд Аккар-Кра. Но президентом фонда всё равно является Макин Сайкович, потому что основатель, и как бы... И мы сейчас, к сожалению, для нас со стороны, скажем, нет официальных помещений, скажем, да, мы арендуем залы, кто как каждый инструктор. Где-то мы арендуем залы в медучреждениях, где-то мы арендуем в учебных заведениях. И зимой у нас залам очень тяжело в Крымстане, они холодные, да. Поэтому стараемся такими маленькими залами, где есть возможность, но всё равно идёт работа. И у нас есть телефоны, у нас есть WhatsApp, вы можете обращаться в любое время. Тот же программа Макин Сайковича... В любое время мы рады ответить, помочь. И, пожалуйста, на занятия. А вот книга издана на корыском языке, вот ваша, она есть сейчас в продаже? Можно её найти? На данное время есть, чуть-чуть осталось. Осталось мало очень. И на русском, на корыском. А на русском это наработка Нейгун, её уже нет. Мы даже задумываем, чтобы вторично переиздать. Да, было бы неплохо. Потому что есть требования. Но даже я бы сказал, вот пять лет тому назад меньше было спроса, вот вопросов про здоровье. Как бы за пять лет сейчас заметно, люди как-то начали задумываться. Потому что здоровье – это главное же. Как бы мы, как бы бывает такое интересное, да, банальность известна, все говорят, давайте в первую очередь за здоровье поднимаем. Но это своё здоровье же, и мы транжирим. Не обращаем внимания. Настолько человек интересен, мы, знаете, что-то новое купили, мы это будем беречь, но не только здоровье. Только не здоровье, понимаете? Поэтому, но сейчас есть такое потепление, меня это радует. Больше люди интересуются, уже в залах у нас люди появились. А то бывало, даже Макен Сакуш здесь приехал, занимался. Пять-шесть человек бывало в зале. Понимаете? Остальные все той, аж. Да, гости пришли. Понимаете? Поэтому всегда мы рады. Вот, я думаю, Макен Сакуш и на следующий год приедет, дай Бог. Когда встречи у меня бывают, я всегда говорю, здоровье – это драгоценность, данная свыше. Что мы должны беречь, лелеять. И без этого, без этой драгоценности остальные ничего не получится. Мы не можем радовать своих близких. Вот, чтобы даже радовать своих близких, мы обязаны быть здоровыми. Вот я к этому призываю наш народ и всех людей, которых я знаю. И помимо последней, я хочу Макен Сакушу пожелать здоровья. И его же фраза, мы всем говорим, когда мы сборы проводим на кумоза лечения, где бы мы ни общались, я всегда говорю слово Макен Сакуш, которое нам оставил как в памяти. И это, ребята говорят, это слово Макен Сакуш, я цитирую. Не главное то, что мы даже занимаемся, не главное вот эти практики, а главное то, что мы даже пообщались. Вот главное то, что мы пообщались. Понимаете, общения в наше время и очень не хватает сейчас. Простого, искреннего общения. К сожалению, мы вынуждены отпустить Макена Арая на занятия, поскольку мы... Я могу опоздать, там не поймут меня. Да, вопросов было на самом деле очень много. Поэтому те, кто захочет связаться с Макен Сакушу, уже есть ваши странички на Фейсбуке, есть фонд ваших Каркрафт. Да, да, через Исаков работает здесь. Он дал в эфире телефоны, которые мы опубликуем еще на нашем сайте медиаманас.кейджи. Поэтому мы завершаем нашу программу и всю последующую информацию вы будете получать через наш сайт. Благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам за гостеприимство. Это программа «Потенциал». Путинца. Субтитры сделал DimaTorzok